Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, у нас начался месяц Элул, который предписывает нам увеличивать нашу дзнаку, помощь, вообще работу над собой. Надо увеличивать наше милосердие по сравнению с другими месяцами года. Написано так у мудрецов. Сегодня из недельной главы Торы мы узнали, что милосердие проявляется не только в денежных пожертвованиях, но и когда человек вместо того, чтобы настаивать жестко на своем, идет на какой-то компромисс. Это милосердие. А когда мы проявляем этот вид милосердия к миру, то по принципу мера за меру Всевышний тоже не стоит на своем и идет нам на уступки и желает нам хорошего и сладкого года. Поэтому я, кстати, тоже желаю нам всем, чтобы мы удостоились хорошего именно такого года. Сейчас положено так. Правды ищи. Правды ищи. Два раза сказано. Можно перевести немножко иначе. Это справедливости ищи или правоты ищи. Один человек пришел к Гаону Саланта и говорит, очень расстроенный, очень злой, что меня обидели, растоптали человеческое достоинство, унизили, смешались с грязью, причем я не виноват ни в чем. Но теперь все, сказал он, да, он меня узнает, увидит, какая месть ему уготована. Я отвечу, пусть Раф скажет, разве я должен молчать, сдерживаться, оставаться тряпкой, которую топчу там. Ну, вы знаете, все это без меня такие ситуации. Раф Саланта был одним из тех мудрецов, которые говорят, что они видят все последствия любого поступка, да еще в начале, да. В самом деле, Тора не требует от нас, чтобы мы были бесчувственными камнями какими-то, которые не реагируют на оскорбление. Раф сказал посетителю, если ты прав, постарайся остаться правым. Гость удивился, не понял сказанного. Вот, Раф ему говорит, смотри, ты говоришь, что человек нанес тебе тяжелейшую обиду. Я сейчас не берусь судить о деталях, что и как, потому что судья в любом случае имеет право судить, только если выслушал обе стороны. Но даже если встать на твою позицию, сейчас ты прав, потому что он обидчик, а ты обиженный. Допустим, у тебя есть право на ответный шаг. Просто знай, что этот шаг должен быть рассчитан точно взвешенным, до волоска. Если твоя реакция будет слишком сильной, он может оказаться обиженным, а на небе рассмотрят ситуацию иначе. Очевидно, что тогда он и сам опять в долгу не останется, и война между вами будет продолжаться беспрерывно, и ее остановить нельзя будет. И в конце, кто знает, чем это обернется. Поэтому я и сказал, если ты прав, постарайся остаться правым, а не меняться с ним ролями. Об этом сказано в Торе. Справедливости, справедливости ищи. Даже когда суровая реакция на действия другого человека оправдана, реагировать нужно справедливо. Ну, в правильной мере. Желательно сделать паузу и перевариться все происходит. Если задумаемся, увидим, что большинство страшных злодеяний начиналось со справедливой реакции, которая потом выходила за рамки допустимого. Многое было разрушено из-за этого. Человек думал, что его обидели и отвечал в 7 раз сильнее. Но написано, что глаза мудреца в голове. То есть мудрец предвидит последствия. Если он воздержится даже от справедливой реакции, то он останется прав. А за небом никогда ничего не останется в долгу. Оно вернет тебе. Элул это месяц большого милосердия. Это месяц, когда нам оказывается огромная, особая помощь. Если мы, что, помощь в чем? Если мы принимаем решения там хорошие, делаем раскаяние и так далее. Сейчас расскажу один секрет. В 40 днях от Рош-Ходыш-Элул до Йом-Кипура 960 часов. Это число соответствует числу логов воды, необходимых для того, чтобы миква очищала. В чем смысл 960 часов, необходимых для очищения души? Бен Ишхай объясняет, что все в мире, как в духовном, так и материальном, состоит из четырех элементов. Земля, вода, воздух и огонь. В святости все свойства и силы объединены вместе. Каждая заключает в себе все остальные, поэтому всего их четыре, помноженных на четыре, получается 16. Чтобы нейтрализовать преграду, зло, которое существует, необходим, ну, бетуль, устранение в пропорции 1 к 60. Знаете, когда 60-я часть. Этот принцип широко общеизвестен. Умножаем 60 на 16, получаем 960. Это те 960 часов великого милосердия, которые посланы нам свыше, чтобы помочь нам очиститься. Надо использовать их в полную силу. Эти 960 часов, это 960 золотых там подарков нам. У нас с вами ровно 960 часов, чтобы прийти к Новому году и сказать, Рашходыш, Всевышний, я старался. И небо видит, что ты старался. Брахавы от слаха, чтобы не зря прошли эти 960 часов, и что мы с вами подошли к Рашашана с хорошим настроением, с хорошим результатом и с уверенностью, что небо нас поддержало. Брахавы от слаха. Продолжение следует... Продолжение следует...